Вот где деревья, видите, кончаются. Это всё был пруд. До прошлого лета жители деревни Ворыпаева и других окрестных сёл здесь купались и радовались жизни в окружении экологически благополучных и живописных мест. Сегодня вместо любимого водоёма засыпаны песком и мусором поле. Сейчас в данное время волнует нас прежде всего что? Что вот отсюда, от этого родника, идёт водоносный слой на уровне примерно от 10 метров глубиной, и в которой идёт вода во все деревни. При завозе сюда непонятного отброса, представьте, что будет в наших колодцах. А на поле, где росли подсолнухи, непроходимая грязь, строительная техника и новый варварским способом вырытый карьер. Такое соседство жителям Ворыпаева категорически не нравится. До сих пор мы не понимаем, что происходит, кто засыпает, что производит. Потому что вокруг, здесь я постоянно живу, и жители живут, здесь были земли, они сельхозназначения. В строительную площадку, где ведётся незаконное снятие и перемещение плодородного слоя почвы, посетил главный госинспектор Управления Россельхознадзора Москвы Московской и Тульской областей Тигран Соколов. Охранники долгое время не хотели пускать инспекцию, несмотря на то, что собственники и арендаторы земельного участка, а это компания карьера управления номер 37, были заранее предупреждены об официальном визите комиссии. После осмотра в присутствии понятых был подтверждён фактор разработки карьера без предоставления на то разрешения и ордера на проведение земляных работ. Это сельхозземля, сельхозпроизводство. В настоящий момент сельхозпроизводство здесь не идёт. И если идёт вопрос о съёме и порче плодородного слоя, который вы видели, траншея больше 180 метров, и в конце карьер разработка уже порядка 50-70 метров глубиной до 15 метров. Заполнив протокол осмотра, главный госинспектор предупредил понятых о том, что они в случае необходимости должны будут явиться в суд, чтобы подтвердить факты, которые были установлены в ходе расследования. Что же грозит хозяевам земельного участка, которые используют его не по назначению? Их собственнику и к арендатору будут применяться определённые статьи. Грозит штрафом и, возможно, в дальнейшем будет поставлен вопрос о нецелевом использовании. Если не будут предоставлены документы, подтверждающие разрешение на проводимые ими работы, а на текущий момент их нет, то тогда может минимироваться и нецелевое использование земель. В деревне Ворыпаево 96 домов, в соседнем Макарова ещё 60, а в Услане – 30. Жители готовы отстаивать свои интересы в самых высоких инстанциях, чтобы не дать изменить привычный природный ландшафт в худшую сторону. Елена Филина и Владимир Новиков. Новости Подмосковья. Из деревни Ворыпаева, Подольского района. Первый райот 0-1-23-28-14- Bennу Новиков. Выcross B-800-1-22-4-1-25-2008. Это первый район. Субтитры Рим ест kommt об этом и, возможно, в городе над стороне. Субтитры Рима , Меня х и свой собрали в Усланный. intestinal спортсменная группа.